Добрый день, друзья! Мысли у меня пришли. Думаю, катализатор убрать. Ну и в инстаграме и вк... Кстати, подписывайтесь на мой вк в инстаграме. Вот здесь вот будут названия моего вк и инстаграма. И сделал опрос. Написал, кто понимает в автомобильной тематике, подскажите мне, так как я ни разу этим не занимался, стоит ли убирать катализатор. К моему автомобилю Ниве 33 тысячи пробега. Думаю, блин, штаны снять с катализатором. И новые штаны купить, поставить. Думаю, наверное, автомобилю будет легче дышаться. Думаю, наверное, как-то автомобилю будет лучше ехать. Или катализатор вырезать и вам показать, что за 33 тысячи там есть, он нету. Потому что очень многие пишут, что нужно сновья убирать. Якобы, когда глушишь последний такт поршня идет, засасывает пыль в себя. Там много чего. Может быть, правда, этого сделать. Но заодно и видос снять и показать вам, как это все на самом деле творится. Ну и в комментариях ребята стали мне писать. Говорит, Виталий, вот 100 тысяч я проехал. Все нормально. Кто-то, говорит, 140 тысяч проехал. Тоже, говорит, смотрели. Говорит, в идеальном состоянии. Так что, говорит, ерундой не занимайся. Кто-то писал наоборот, что да, обязательно убирай катализатор. Ставь прошивку. Автомобиль будет дышать лучше. Автомобиль будет экономичнее. Ну, короче, много разных там комментариев. За что вам большое-большое спасибо за комментарии в ВК. И один из комментариев, Игорь Белов, мне пишет. Виталий, а зачем, говорит, думать? Приезжай, говорит, ко мне. Засунем, как это эндоскоп называется, да? И ты, говорит, сам для себя решишь, посмотришь, стоит тебе убирать его или нет. Посмотрим, говорит, на его состояние. То есть, за 33 тысячи не резать, не убирать, а просто, говорит, засунем, и ты, говорит, посмотришь. Вот. Поэтому сейчас я еду к Игорю в сервис. Он занимается автоэлектрикой. Сейчас к нему приедем, познакомимся. Так, Игорь, привет. Вот, знакомьтесь, Игорь. Так, ну вот, смотрите, у него автомобиль. Вот, диагностика, автоэлектрика, номер, ну, плюс код. Для местных, для оренбургских. Ну, и вот тут вот. Так, чего у тебя написано? Так, Игоря, ну, смотри, человек тебе приехал, тогда посмотрим. Вот, автомобиль открыли. По поводу катализатора. Как нам посмотреть, в каком состоянии катализатора? 33 тысячи километров моему автомобилю. И вот мысли такие. Давайте так, вариантов несколько. Как бы, можно выкрутить датчик кислорода, купить самый простой за 300 рублей китайский эндоскоп на Алике. То есть, никаких проблем. Выкрутить его, сунуть туда, посмотреть визуально своими глазами. То есть, как он выглядит. Есть еще вариант посмотреть с кадром, подключить самую дешевую тоже ELM-ку за пятихатку. Там все будет написано, прописано по-русски. То есть, как бы, все можно читать. Если кто-то что-то не понимает, ну, можно без проблем загуглить, какие вам там непонятные значения. И все это с онным доступом. Также есть еще один вариант. Можно народным способом. Подходим к глушителю. Прикладываем руку на заведенной, прогретой машине. Чувствуем, если воздух не горячий и есть пульсация, то это говорит о том, в принципе, что он живой. Вот как бы три такие основные вещи, с помощью которых можно посмотреть, каким способом воспользоваться. Это решать вам, как бы. Ну, в общем-то, я к тебе приехал. Ну, как мы с тобой, как бы. Ну, смотри, у тебя здесь не очень удобно, скажем так, подлезть. Ну, да, да, да. Выкручивать его. Мы сейчас самым, наверное, простым для, ну, основных людей. ELM-ку, думаю, сейчас у многих есть. Ну, сочетайте ошибки. С помощью нее сейчас подключимся и просто посмотрим, какие там значения. Там все покажу, объясню. То есть, это самый простой и, скажем так, незатратный способ. И не надо ни руки пачкать, ничего. То есть, сели в машину, завели, подключили и все посмотрели. В общем-то, это уже, скажем, для, если выключить датчик кислорода, это, наверное, более такой уже профессиональный способ. И, наверное, для машин, у кого уже большой пробег, что реально стоит посмотреть. Потому что... А большое это сколько? Блин, ну, за 200 еще можно заглядывать. Мне кажется, если, то есть, ты машину эксплуатируешь нормально, ездишь на ТО, то есть, расходники никак пишут. Вот они там в той же КИИ, там через 15 тысяч замена масла, там, свечей через 30 у них, типа, ресурс. На самом деле, это не так. Нет, конечно. 7 тысяч я гоняю. Ну, я, например, по себе машину масло меняю через 8 тысяч, свечи через 16 выкрутил. Ну, они хорошие. Ну, еще походят, да. В мусорку до свидания. Если вот так вот машины эксплуатировать, то есть, нормально менять расходники, то 300 тысяч ходит каталик. То есть, как без проблем. Я вот скину видосик, вложишь. Да, да. Есть видео, где мы на Солярисе 280 тысяч вытащили каталик в каком-то состоянии. То есть, ради примера. И вот недавно на Мазде, где пробег за 200 тоже был, просто приехал человек, ну, там удобно, он сверху, мы прям сунули, тоже пока, ну, приложишь так же видео, какой там каталик в каком-то состоянии. Там и там люди относились к машине, то есть, прям вот, все по-хорошему. То есть, свечи нормальные, вовремя замена, масло, на чем не экономили. И вот такое вот состояние. Да, говорят, что на российских автомобилях, якобы, катализаторы, там, мало цвета этих металлов каких-то там. Да, они дешевые. То есть, если, например, сдать с Соляриса, даже с десятилетнего каталик, то есть, ценник там под десятку выходит. Если сдать с ВАЗы, там что-то, ну, до двух, грубо говоря. То есть, понимаете, там какие-то, ну, металлы, которые люди научились доставать, ну, с помощью, там, химии. И вот они его взвешивают и, скорее, из этого выдают вам деньги. То есть, сами понимаете, то есть, что у нас и что. Если взять ту же какую-нибудь там, Мазду ЦХ5, там, наверное, он может и пятнашку, и даже двадцатку стоит. Я даже не знаю, как бы это. Потому что, чем круче машина, тем, видимо, ну, невидимо, получается, евро, вот эти стандарты, они выше. Каталик больше вот этих вот металлов. Естественно, он дороже. У нас, как бы, все это закрыли глаза, вот так сделали, отправили тачку в путь. И, в общем-то, есть и ладно. Слушай, а вот если взять, например, там, Калину, Весту, у них одинаковые катализаторы? Не знаешь, не в курсе? Ну, Весту уже, наверное, более подороже, потому что класс уже евро уже другой идет. Ну, да, я тоже так думал. То есть, вот, если взять, ну, Калину, да, там, евро-3. Да, ну, там, я его когда-то вытащил, еще, хрен знает сколько лет назад, мне за него-то, рублей 800, что-то дали. Мне, как раз, хватило купить другой паук, чтобы ничего не вырезать. И все, как бы, на Весте, конечно, сейчас подороже, но, в любом случае, дешевле, чем на Солярисе. Понятно. Так, ну, мы будем чем проверять? Мы с ЕЛМ-кой, прям, ЕЛМ-кой посмотрим, просто, самым, как я сказал, простым способом для людей, то есть, чтобы не пачкаться, не искать ни яму, ни эстакаду. Подключились и посмотрели. Ну, все, пошли машину. Погнали. Ну, вот, смотрите, то есть, вот мы зашли, ЕЛМ-ка подключились, ну, там, да, зашли, блок пишет какой, понятно, да? Есть слово параметры, тут всякие показания. И нам нужно искать, то есть, датчик кислорода второй в списке. Сигнал с датчиком, вот, сигнал с датчиком кислорода. Так, подведем. Кислородники начали работать. Сейчас здесь будет двигаться график. Вот, пошел, заработал. Богатая, бедная смесь. Мы находим, нас интересует, вот, второй датчик кислорода. Напряжение на втором датчик кислорода. Вот, если оно где-то висит, то есть, на одной линии, это говорит о том, что он справляет свои функции. Если у вас будет какая-то проблема, то есть, он не будет справляться, у вас обязательно высадится лампочка чек. Оно вам напишет о том, что что-то не так, вы здесь можете зайти, вот, там, в ошибки. И это будет все написано по-русски, как бы, там, никаких проблем. Сейчас блоки довольно умные. Они все это великолепно отслеживают. И, то есть, что-то даже просто искать, заглядывать не надо. Если будет что-то не так, блок вам об этом сообщит. То есть, вот, часто приезжают, то есть, вот, что, сейчас я просто даже, вот, покажу, например, вот, там, 0,4, по-моему, 20 ошибка. Вот, вылезет такая ошибка у вас. То есть, когда он будет низкая производительность катализатора, то есть, он не справляется своими функциями, у вас вылезет чек, вы подключитесь, увидите вот такой вот номер ошибок. То есть, блок об этом вам сообщит. То есть, если вы, у вас все великолепно, ну, мое мнение, что не нужно там ничего искать. И лично, вот, сейчас, это больше, наверное, коммерческие деятельности, люди, которые пишут, бесплатно удали им каталик. Это вот все оттуда-то и пошло, что это чье-то обогащение, они у вас его забирают, они там зарабатывают бабосы, а вы просто, ну, машина великолепно ездит с ним, как бы, то есть, по 300 тысяч, я говорю, без проблем. В нем ничего нету, то есть, не думают, что он там, ну, как сказать, что он там со временем забивается. Нет, не тоже забивается, он раскрашивается, типа того. Вот, сейчас об этом тоже, да, поговорим, то есть, он там забивается. Раскрашивается он по причине того, что он перегревает сам катализатор, он перегревается. То есть, если он перегрелся, а чтобы он перегрелся, у него рабочая температура, по-моему, за 600 градусов, то есть, он вывозит без проблем. То есть, представляете, как надо над тачкой издеваться, то есть, если у вас, вот объясняю, то есть, все великолепно работает на машине, то есть, вот, все работает, все цилиндры работают, катализатор особо, ну, скажем так, в своей деятельности не участвует. Давайте представим ситуацию, у вас один цилиндр отказал, то есть, у вас впрыснулся бензин, а по какой-то причине не было вспламенения. Бензин попал в каталик, естественно, его же вытолкнул, да, поршень, а катализатор, он и для этого служит, чтобы дожигать несгоревший бензин, и вот в нем этот бензин начинает догорать, если это какая-то разовая акция, ну, это не критично, а когда это постоянно, он разогревается, он там горит, 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 и он начинает плавиться, и оттуда потом началось крошение, оплавление и прочие вещи. Вот, если, скажем, на такой машине, вот как у тебя, и там классика, у многих каталик стоит внизу, то есть, под днищем получается, и вот на тех же покатушках можно ехать какой-нибудь кирпич, и его ударом сломать, помять, вот еще вариант, если, например, на переднем приводе они висят здесь под капотом, и внизу его там не видно, то там такой проблем не страдает люди. Да, здесь, да, чисто вот механическое воздействие еще может быть, и когда у вас тут на машине пропуски, вы просто его угробите, и все, и не даром, то есть, вот люди, многие не знают, вот если у вас на приборке вы едете, начинает лампочка че-то мигать, не светится, а мигать, вот бывает такое, бывает просто светился ошибка, и, ну, вы думаете, вот что-то случилось, а бывает моргает. Когда так случается, это блок вам сообщает, что сейчас будет отключен какой-то цилиндр, какой-то цилиндр, он сообщает водителю, что вся машина затроит, он предупреждает, а случается это... Это и на вазах? Это и на вазах, это без разницы на всех машинах, ну, на, скажем, года с пятого, наверное, с четвертого, да, и это делается для того, чтобы у вас блок не знает, по какой причине случился пропуск воспламенения, То есть, что-то случилось, он не настолько прям умный, что он может вам все прям расписать идеально, но чтобы вы не сгорели с катализатором, он отключает фасунку этого цилиндра, он морганием предупреждает, я сейчас вам отключу какой-то цилиндр, вы поедете на трех, у вас что-то случилось, ищите проблему. То есть, это вот подсказка для водителя, то есть, если у вас все великолепно, он по факту особо не работает, он там какие-то мелочи дожигает, и ничего он такого, как бы, себя, ну, не представляет, что там, он просто ни с того, ни сего, он не оплавляется, не разрушается, Я говорю, 30 тысяч, вот добавишь в видео, там, 280 тысяч в Солярисе, в такси, работа в такси у человека была, вообще никаких проблем, поэтому, вот такая вот ситуация, если что касается, ну, ты говоришь, вырезать, не вырезать, ну, мое личное мнение, что это вот те, кто вот это вот выкладывают, да, им выгодно, Они тебе вставили там этот кусок трубы, да, а забрали, они потратили 500 рублей, там, заплатили Солярисе, они все заработали рубль, да, а если машина дорогая, ну, не все же понимают, что его сдают, что он сколько-то стоит там, да, для них это обогащение, по факту, люди ездят, даже если вот вылазит вот такая вот ошибка, что слишком низкая производительность катализатора, со временем, то есть, когда у вас уже пробег за 200, есть химия, сейчас даже такая, который, на которой во впуск ее запускают, там, специально, форсунка, и на ней машина работает, и она, вот, когда он, ну, уставший, но целый, то есть, она его промывает, и он еще потом, там, ну, соточку еще может запускать, даже есть такая химия сейчас, которая спасает уставший катализатор, ну, тут 70 на 30, то есть, 70 процентов, что спасет, 30 уже может быть нет. Вот, Игорь, мы ВКонтакте с ним уже, мы с тобой сколько, переписываемся? Ну, да, уже давненько, я там время засекал, ну, то есть, да, тема интересная, просто, у меня раньше была Нива, Chevrolet, машине вот этой 10 лет, она в семье, отец ездил, вот мне уже отдал ее, я уже почти 8 лет на ней езди, вот эта у меня была Нива, еще и была и Калина, и Нива, я тоже любитель всего этого, как бы тоже покататься с дорожью, но жизнь немножко расставляет приоритеты, пришлось, там машина уже старенькая, конечно, а эта была свеженькая, И путешествовать тоже будешь, потому что машина видела Польшу, Белоруссию, еще что-то где-то, короче, Черногорию, все, вот эта моя машина видела Я просто, просто сейчас, люди мысли потеряли, про что говорим? Про самовлог, почему, что я говорю, нравилась тема, а бездорожье тоже, как бы, ездию, и нужна мне рыбалка, грибы, живу за городом, поэтому вот, по совету Витальки, короче, себе в Калина тоже поставил самовлог Ребята, смотрите, поставили, Игорь сам поставил самоблог, АВТ, 6, 7, 6 килограмм преднатяга Вот, на передней приводной Калину установил, сложно процесс был, ну вот самостоятельно, вот если Скажем так, тому, кто немножко уже, хотя бы несколько раз разбирал коробку, то, в принципе, ничего там сложного Вот Скажем так, ну, наверное, примитивная работа, сложнее, мне кажется, коробку снимать для меня, потому что я уже Не сильно молодой, мне, как бы, текать коробки, да, вот, а разбирать на столе, ничего сложного, все подходит, все там Сошлось, ничего нигде не надо было дорабатывать напильником, то есть, великолепно Что касается Что-то изменилось, если посадить, скажем, человека, который никогда не ездил, вот, ну, на передней приводе с самоблоком, то И ему не говорите об этом, то человек, скорее всего, не поймешь, что он там стоит, вот Единственное, что изменилось, вот, по ощущениям, что самоблок пытается колеса ровно поставить, да, вот это вот Обычно повернул руль, и ты так, он, а, валка вернулся, а сейчас он прям намного быстрее возвращается, вот лишь вся разница Единственное, что, я попробовал еще, как бы, снега немного, да, немного, так, где-то по грязи, там, по щебеночке, как бы, да, чувствуется старт увереннее И, как бы, и когда не был самоблок, когда вот вы где-то стартуете по прямой, обычно к тезелам перенеприводик всегда пытается вот в одну сторону потянуть Тут такого нету, она прям сразу идет прямо, вот, в общем-то, и все Но пока такого полноценного теста у тебя не было Ну, еще, да, я жду снег, потому что я тоже себе на канале так же, вот, ну, снимал, как делал, там, маленько Вот жду, чтобы хоть немножко снег выпал, чтобы хоть показать, как это работает, потому что, ну, особо, пока, пока... Ну, я думаю, как-нибудь с нами выйдешь, посмотрим, да Съездю, да, может, там покатаюсь Ну, как-то так вот Ну, что, братва, смотрим Ну, вот тут это я болгаркой залез Слушайте, ну, практически, ну, вот, стало чуть его выжирать, чуть-чуть Но 280 тысяч, и он вообще огонь Вот, вот, нашел Вот, охуя он не забит Сейчас, вот Все, не вижу я здесь, трещин нету Смотри, как шикарно Все Вот он Ну, что, ребята, побывали у Игоря Вконтакте с ним давно переписывались Ну, наяву у зрителей с первого раза Его мнение вы услышали По поводу катализатора Вот Но все равно думаю Может быть убрать Может быть нет Про катализатор тоже я согласен С Игорем То, что Реклама вот эта идет Приезжайте, вырежем бесплатно катализатор Катализатор стоит денег И очень многие мне пишут И с людьми я общаюсь То, что люди на самом деле говорят Там по 100, по 200 тысяч Там люди едут И с ним, если вы нормально масло меняете То есть автомобиль обслуживаете Ничего там с ним произойти В принципе-то не может Да, и если механических каких-то ударов нету То он будет отрабатывать Катализатор это такая, знаете Губка Условно говоря, губка Которая в металлическом ящике стоит И когда идет горючка с двигателя Которая не догорела Попадает сюда Здесь он раскаленный Такой И все сжигается в нем И уже выходит Там вот это Евро-5 Там Евро-3 Которые как-то эти Ставят И все В принципе, вся функция Таевой В этом заключается Многие, кто на Корейских автомобилях ездят Вот у них там вообще Это проблема Какой-то бум был в интернете Что задиры идут Поршней Там и прочее Якобы Катализатор начинает У них крошиться Вы Двигатель заглушили Да И на последнем Цилиндр Всасывает в себя Вот эту стружку Да И типа там Задиры появляются Мне кажется Это такая херня И вот С помощью таких реклам И в городе И в интернете У нас их просто много Где приглашают вас Просто приехать Бесплатно заменить То есть его вырезали Продали На этом поимели деньги У вас там Вставили Искрогасители Такой С нержавейки В лучшем случае Поставят Заварят И вы будете ездить Поэтому Хочу услышать Ваше мнение Кто Непосредственно Касался Этого вопроса Непосредственно Автомобиль Если взять Нивы Если я Все таки Если вы Большое количество Моих подписчиков Скажет Что да Надо вырезать Я его уберу Поэтому Прошу вашей помощи Написать мне В комментариях Указать Как мне поступить Я жду вас В комментариях Ребята За просмотр Спасибо И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр